Планку в 3000 тонн зерна преодолели сразу два комбайнера из Минской области. Это Виктор Стельмах и Михаил Солодуха. Оба агрария работают на комбинате Ждановичи. Лидеры уборочной компании получили от Минского облсполкома благодарности и ценные подарки. Отмечу, что эти экипажи не в первый раз становятся перед веками в своем ремесле. Впрочем, сами рекордсмены признаются, что главное в их работе не цифры, а совместные силы на уборке урожая. Стараемся что-то сделать. Все зависит не только от нас, а какие погодные условия, как все было сделано. Как посеяно, как пропалывали, удобрения какое вносили. Все это технологии, нужно следить за этим, и будет все хорошо. Все зависит от сложности коллектива, как коллектив сработает, а мы уже подводим последнюю черту под этим всем. Хотя это еще не последнее. Еще овощи убирать, у нас же многофункциональное хозяйство. Сахарные убороки еще убирать. Так что у нас еще до ноября месяца работы хватит. Мы все, что могли сделали, сделали наши люди, наши специалисты, руководители хозяйств. Ну, что есть, то есть. Поэтому, когда мы сегодня поздравили наших трехтысячников, которые сегодня у нас два, первых в Минской области, и смотрим на ту технику, которая сегодня работает, ну, им можно позавидовать. Отмечу, что на сегодняшний день в Минской области убрано 85% площадей зерновых и зерновобовых культур. С учетом погоды и урожайности, недобор зерновых тут планируется компенсировать от уборки кукурузы. Несмотря на не самую высокую урожайность, 28,3 центнера с гектара, аграрии области уже в скором времени смогут выполнить госзаказ.